Отлично, хорошо. Значит, ну давайте, значит, что мы сегодня будем изучать с вами. Так, я просто напишу. Во-первых, нам придется немножечко вернуться назад. Дело в том, что мы как-то очень резво приступили к решению систем дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Я считаю, что нам нужно вернуться в предыдущую тему. Не систему, а просто уравнение новопорядка. Потому что есть такой узкий, но интересный класс дифференциальных уравнений, которые имеют переменные коэффициенты. Они называются уравнением Элера по фамилии блестящего, знаменитого математика, который очень много чего сделал. В том числе он изучал такие уравнения. Значит, у нас первый пункт программы сегодня – уравнение Элера. Это не сложная вещь, но полезная. Потом мы вернемся, конечно, к системам ДУ, и мы рассматриваем тот случай, когда матрицы недигнализуемы, и систематически будем пользоваться приведением матрицы к жордановой нормальной форме, ЖНФ. То, что вы изучали в Линалии, достаточно глубоко, насколько мне известно. И что дальше? А, да. И дополнительный материал, если время позволит, это мы с вами введем такое понятие матричное экспонентное. Это вот что такое. Если не писать словами, то это будет Е в степени ТА. Где-то это вещественный параметр, а это матрица. Вот такая программа действий на сегодня. Так, ну давайте, значит, мы сейчас… У меня заготовлены слайды. Сейчас мы их достанем. Вот, насколько нам позволит мой iPad. А, ну вот он не очень позволяет, но по одному слайду мы можем. Ну, вот извиняюсь за английский язык, просто писать в двух вариантах по-английски и по-русски совершенно невозможно. Вот масса времени уходит. Значит, смотрите. Уравнение 1 – это простейшее уравнение Эйлера. Ну, правда, еще проще есть. Уравнение 1-го порядка, уравнение 2-го порядка. Ну, для нас оно. Будем считать самое простое. Уравнение 1-го порядка как-то смешно рассматривать отдельно. Вот оно. Значит, особенность какая? Переменные коэффициенты. Значит, у нас х-квадрат коэффициент при у-штриха, х при у-штрих, ну, константы при у. Вот. Это случай уравнение 2-го порядка, а вот общее уравнение Эйлера, n-го порядка. Значит, понятно, какая структура. Обычно А нулевой единицей здесь. Сюда можно поделить. Значит, структура такая. Значит, х в некоторой степени, вот это у меня И, да, умножается на производную порядка n-ы. То есть формально, если вы сложите И и n-ы, у вас получится конкретно n. И так верно для каждого слагаемого. Ну, однородное уравнение пока рассмотрим. Значит, что предлагается? Предлагается перейти к новой переменной от х-т. Вот по такой формуле. При этом, конечно, вы будете рассматривать отдельно правую и левую полуоси. Значит, х равен 0 не рассматривается. Но в большинстве задач вообще там, где появляется логарифт натуральный, то там вообще х больше 0 всегда. То есть на полуоси. И это такая задачка по матанализу на первом курсе. То есть вы просто должны посчитать производные у штриха. Производные по х, у 2 штриха. Ну, если в голове держим мы верхнее уравнение, уравнение 1-2 порядка, это такое простое упражнение по замене переменной при дифференцировании. Вот я тут написал такие очевидные формулы. И при их подстановке, при подстановке производной 1-2 по х в исходное уравнение 1, значит, мы легко замечаем, что произведение х в степени и на соответствующую производную позволяет удалить полностью зависимость от t в коэффициентах. Вот, например, тут видно е в степени минус t, y штрих. Значит, вы умножаете, мы говорим про вот это вот слагаемое. У вас исчезает е в степени t. Компенсируется. Аналогично для второго. То есть вот мы получили здесь уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами, которые мы умеем решать. Ну и просто не забыть в самом конце вернуться к исходной переменной. Есть второй вариант, даже более изящный, а он состоит в следующем. Значит, мы, правда, не изучали свойства уравнения с переменными коэффициентами, да, но какие-то вещи остаются совершенно инвариантными. Душа имею в виду, например, принцип суперпозиции. То есть невзирая к коэффициентам переменной или постоянной, если у вас есть отдельные решения, вы подбираете линейную комбинацию произвольным образом на основе вот этих частных решений, то то, что вы получили, будет точное решение. В общем, и количество линейно-независимых решений совпадает с порядком уравнения. Про это еще мы будем говорить в перспективе. Это такие вот инвариантные свойства, независимо, они не зависят от того, у вас коэффициент постоянный или переменный. Это все равно. Так вот, можно подбирать решение. Смотрите, тут мы понимаем, что у нас при заменить переменные, переходя от xt, мы получаем решение, которое, если не считать случаи совпадающих корней, это e в степени лямбда t. Ну, тогда получается, что частными решениями в районе Эллера являются степенные функции. Вот такой вариант есть. Например, просто попробовать y равно x в степени альфа, считаю, что x больше нуля, а альфа – исчезное число. И подставить выравнение. Понятно, что… Вот у нас есть вопрос. Так, сейчас посмотрим вопрос. Первое уравнение имеет вид… Так, сейчас мы вернемся к этому. Так, смотрите. Первое уравнение имеет вид. Первое уравнение… Сейчас, минуточку. Значит, минуточку. Значит, так. Второе производное на квадрат x. Да? А, не-не, все нормально. Значит, смотрите. Сейчас. А, я, наверное, просто ошибся в записи. Так, так, так. Сейчас, минуточку. Почему я так написал? Странно. Сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас, сейчас. Я странно написал. А! Это что-то меня сбило. Минуточку. Сейчас. Спасибо, что заметили. Да, вот я сейчас заметил, что, значит, здесь правильно было сказано. Совпадают. Степень совпадает с порядком. Здесь и нужно было написать. И нужно было написать, да. Спасибо. Спасибо. Все правильно, да. Вот здесь, вот здесь. То есть, вот классика, да, это уравнение второго порядка, и здесь нужно было написать и. Я могу написать третью, любого порядка, и всегда у нас степень x будет совпадать с порядком производного. Спасибо, да. Отлично. Это, почему-то я описался здесь, и главное, что он на этом даже настаивать. Хорошо. Значит, вот такой подбор решений, да, в виде степеней. Значит, сейчас мы посмотрим следующий слайд. вот, ну, я ограничился случаем второго порядка, да, значит, мы видим, что здесь у нас есть, значит, вот первая производная, вторая производная, подставляем. Вот у нас получилось квадратный район относительно альфа. так, вот, и теперь осталось просто разобраться, что будет, если у нас совпадающие корни. Значит, мы помним, что для уравнения с постоянными коэффициентами у нас умножаются e в степени λ dx на соответствующую степень x, так, вот, но если x равно e в степени t, да, x равно e в степени t, то t – это логарифм x. То есть мы должны умножать на логарифм x в степенях. И вот здесь это записано, да, множество решений выглядит вот таким образом. Смотрите, выглядит таким образом. Это общий случай для уравнения порядка n. То есть мы подбираем, ну, то есть мы ищем корни характеристического уравнения. Вот здесь оно будет вот таким. При подстановке x в степени альфа вы получите, x сократится, вы получите алгебраическое уравнение n-й степени, и вы должны найти корни. Вот. Ну и, соответственно, кратность корня первого, например, k1, то есть у вас будет умножение x в степени λ d1 на логарифм x, возведенный в степень, пока мы не дойдем до степени k1 минус 1. Что нам делать с неоднородными уравнениями? Ну, там тот же принцип. Там тот же принцип. Вот. То есть вы можете подбирать частные решения. Ну, например, рассмотрим вот такой пример. Значит, у нас в районе второго порядка. Вот. И мы решили однородное уравнение. То есть написали характеристическое уравнение. Но я взял букву λ. В степени λ подставляем. Получили два корня. Так. Корни какие? Корни 2 и минус 1. Значит, а что у нас в правой части? У нас λ равно минус 2. То есть лучше не резонансный. Это означает, что можно подбирать решение методом неопределенных коэффициентов. То есть если бы мы перешли к переменной t, вот по той формуле, да, x равно e в степени t, формула замены переменной, то мы получили бы здесь, что, соответственно, e в степени минус 2t, ну и константа 4. То есть это случай у нас квазимногочлена. При этом степень полинома, которая умножается на e в степени t, равняется нулю. То есть мы должны просто константу ввести, незнакомую, а. Но мы предугадываем, что если мы будем искать частное решение в таком виде, то мы точно найдем. Вот. И это сделано, конечно, на следующем слайде. Так. Вот. Значит, я подставил, получил уравнение после подстановки 4а на x квадрат равно 4 на x квадрат, то есть а равно единичке. А тут записано общее решение о народном уравнении. То есть вот такой ответ в этой задаче. Так. Нам нужно еще решить что-нибудь на уравнение Элера? Или мы понимаем? Так, что бы вы хотели? Все понятно. То есть мы... У нас не возникает вопросов никаких, как нам решать такие уравнения второго порядка. Ну, вроде молчание – знак согласия. Хорошо. Тогда этот сюжет мы завершили, и мы возвращаемся к центральной теме сейчас. Это решение системы диффлекционных уравнений. Вот. Ну, и этот случай недигнализуемый. Вот. Вспоминаем из курса линии на алгебре, что называется жардановой цепочкой. То есть мы будем прибегать именно к жардану в нормальной форме, чтобы нам решить такую задачу. Вот. Значит, когда такая необходимость возникает? Она возникает всякий раз, когда мы имеем кратные собственные значения. Вот. И геометрическая кратность собственного значения строго меньше алгебраической кратности. Вот. В таком случае мы ищем присоединенные векторы. То есть у нас всегда есть как минимум один настоящий собственный вектор. Вот здесь он называется h1. Вот. И мы строим целую цепочку. Значит, количество векторов этой цепочки равняется алгебраической кратности. И вот у нас построена цепочка. Значит, ну и понятно, что у нас много довольно вариантов. То есть матрица, которая приводится к жардану в нормальной форме, она недигнализуемая. Значит, она, это жардановая нормальная форма, содержит называемые жардановые блоки. Каждый блок соответствует конкретной цепочке. Вот. Ну, тут написано, что k – это длина этой цепочки. Она равняется алгебраической кратности. Ну, тут я еще пишу английское название. Ну, в русском языке лучше называется. Присненный вектор. А у них это generalized – обобщенный собственный вектор. Так. Довольно странное название. Обобщать можно по-разному. Вот так. Хорошо. А у нас на Линале они назывались корневыми, по-моему. Нет, мне кажется, корневые – это другие. Нет. Я сейчас… Есть просто разные варианты теории. Я рассматриваю присоединенные вектора. Нет, корневые – это немножко другое. Корневые. Вот. Вот вспомните, присоединенные вектора должны были называться так в курсе Линала. Такое название обязано быть. Присоединенные вектора. Хорошо. Значит, теперь, как мы будем поступать? Давайте посмотрим. Это я уже посмотрел. Окей, хорошо. Значит, в основе нашей техники поиска решений системы дифференциальных уравнений лежит классическая теорема Жордана о том, что для любой матрицы N на N, ну, возможно, с комплексными элементами, существует базис, состоящий из жордановых цепочек. И, предположим, мы выбрали одну такую цепочку, содержащую K векторов. И давайте рассмотрим такую лему, которая нам пригодится для дальнейшего. Предположим, у нас есть жордановая цепочка. Вот она написана здесь. Написано здесь. Вот. Тогда решениями вот такой системы, система из N линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, система однородная, неоднородную мы сегодня рассматриваем, вот оказывается, что частными решениями такой системы является в частности, потому что взята только одна цепочка, их может быть много, следующий вектор функции. Вот мы берем это первое, они строятся на основе векторов из жорданной цепочки, а это последнее. Тут уже, наверное, будет у меня формула номер K. Я думаю, это номер K. Вот так. Доказательства. Так, еще раз, значит, как они устроены. Смотрите, давайте просто останавливаемся на этом слайде, посмотрим, как они устроены. Ну, первая функция, она не отличается от тех решений, которые мы искали в случае диагнализуемой матрицы. Она не отличается, да, то есть это ровно, это настоящий, собственно, вектор H1, да, то есть понятно, что это будет являться решением в любом случае. Вот, но вторая функция, она уже отличается. Она содержит присоединенный собственный вектор, вот это H2. Вот, и, например, автор задачника, ну, самого популярного, которым мы все пользуемся, по депрессионному уровню Филиппов, он там, как бы, такое мнемоническое правило формулирует, которое легко запоминается, чтобы построить следующее решение на основе двух векторов, H1 и H2. Мысленно интегрируем вектор H1, значит, при этом интегрирование возникает множитель, зависит от времени, да, если считать переменой, независимое это время. Т делен на один факториал, на H1, а в качестве константа интегрирования добавляется вектор H2. И мы спускаемся вниз по этой цепочке, и каждый раз происходит одно и то же. Вот такой, например, последний вектор, который записан, устроен таким образом. Здесь проведено уже, сколько у нас, K-1 интегрирование, естественно, набегает здесь степень, самой высокой степени у первого члена в этой сумме, которая в квадратных скобках, это T в степени К-1 на К-7 интегрирование. И так далее. И в качестве константы фигурирует самый последний присоединенный вектор с номером K. Вот он фигурирует здесь. Вот, значит, доказательства. Значит, ну, случай K равный единице очевиден, да, потому что формула это доказывалась для диагонализуемых матриц. Продолжим. Сейчас вот наш, у нас вот такой вектор. Так, ну, введение нового обозначения. Значит, смотрите, значит, вот то, что было на предыдущем слайде, значит, давайте для простоты обозначения, чтобы не писать нам количество слагаемых в квадратных скобках, мы напишем, что для собственного значения лямбда мы получаем K, ну, это число равное кратности лямбда, каждый раз у нас экспоненциальная функция умножается, соответственно, на многочлен. При этом если мы дифференцируем этот многочлен, как мы помним с формулы на предыдущем слайде, да, мы получаем аналогичный многочлен, но степень на единицу меньше. Теперь я беру вот такое решение из списка этих решений и подставляю в систему. левая часть у меня представляет, да, значит, это вектор многочлен, конечно, да, то есть мы понимаем, что он основан на, он содержит степени t, которые умножаются на базисные вектора, поэтому это вектор многочлен. Вот, значит, слева мы увидим вот такую сумму, вот, а справа мы применяем матрицу, то есть умножаем матрицу А на вот такой вектор многочлен степени g. Тут нам придется вспомнить, что это за многочлен, вот, в частности, вот я квадратный скоб их просто поставил, как он есть, вот, и умножаем матрицу А. Так, значит, что здесь я могу заметить? Значит, ну, пользуемся, пользуемся определением присоединенных векторов. h1 переходит в себя с умножительной лямбды, вот, а все остальные, будучи присоединенными, значит, мы будем иметь вот такие комбинации, круглый скоб, при этом самая последняя слагаемость здесь, где фигурирует h с номером g, выглядит таким образом, да, то есть, что тут можно заметить? Мы получаем, соответственно, сейчас, минуточку, так, это как раз ровно то, что, нет, нет, не то. Отлично, хорошо. Вот. Ну, вот осталось увидеть, что вот так выглядит левая часть системы дефицитных уравнений. И она же равняется правой, то есть, у нас совпало. Просто та сумма, может быть, даже вернуться на предыдущие слайды. ну, да. с левой стороны мы видим сумму из двух слагаемых. Вот она стоит здесь и здесь. Вот. если здесь мы объединим все слагаемые, содержащие лямбду, как множители, мы вот ровно вот это и получим слагаемое. Все остальные будут иметь степень ниже. Вот. То есть, это будет многочлен на степени g минус 1. Вот. Таким образом мы это и получим. Окей. Значит, определила следующая теорема общая. Теорема такая. Что же такое? Теорема такая сейчас будет. Теорема сейчас будет сформулирована и доказана. Так. Это я слишком рано вытащу. Спасибо, Боже. Манипуляции. Это уже часть доказательства. Никак не удается вытащить ножны. Ну, вот основная теорема, конечно, показалась. Значит, в этой теореме говорится о следующем, что пусть мы нашли S большое жардановых цепочек. здесь большой жардановых цепочек. То есть, у нас получается первая цепочка, вторая и так далее. Сумма всех длин должна равняться порядку матрицы. То есть, N. Собственно, вот здесь написано. Тогда, если мы составим вот такую линейную комбинацию, содержащую S большой слагаемых, по следующему принципу, значит, каждая слагаемая опирается на соответствующая лямбда. При этом из теории жардана вытекает, что, например, одному лямбда может соответствовать несколько жардановых цепочек. То есть, все фигурируют. При этом вот здесь стоит произвольный коэффициент, вообще говоря, комплексное число, умножаемый на вектор полином. Вот это вот прижитая. И здесь количество слагаемых, как я сказал, по числу жардановых цепочек. Значит, вот эти полиномы это то, что было в лямбе. Вот они ровно так устроены. Значит, утверждается следующее. Часть А. Достаточности в этой теории, что всякая написанная сумма таким образом является решением дифференциального уравнения. Часть Б. Если вы нашли решение, нет, системы дифференциальных уравнений, да, если вы нашли решение системы дифференциальных уравнений, то будут определены, причем единственным образом, все вот эти коэффициенты С. И ваше решение будет представлено в виде такой линейной комбинации. Но это необходимость. Часть А в сущности доказана в лямбе, потому что по принципу сперпозиции нам достаточно рассмотреть отдельные слагаемые. Отдельные слагаемые себя представляют произведения коэффициента, экспоненты и на многочлен, который построен по жерданной цепочке. Так? Жерданной цепочке. Вот. То есть каждый слагаемый в этой сумме является решением системы однородной, однородной системы. Вот. Значит, что касается необходимости, это более сложно доказывается. Значит, мы можем рассмотреть, например, какой-то частный случай. Ну, например, взять матрицу третьего порядка, потому что от порядка матрицы доказательства совершенно не зависят. вот. Например, так, смотрите, значит, представим себе, что у нас есть матрица третьего порядка. Сейчас мы можем немножко пописать здесь. Приложим, у нас есть матрица координатка, да, и есть лямбда нулевое кратности 3. кратности 3, и у нас есть вот такая ранова цепочка, значит, лямбда 0, H1, лямбда 0, H2 плюс H1, H3, лямбда 0, H3 плюс H2. Значит, то есть у нас система векторов H1, H2, H3 представляет базис из R3. Базис в R3. Предположим, мы решаем вот такую систему, и наше решение X от T может быть представлено в виде, мы можем разложить по базису, да, то есть у нас будет некоторая вектор функции F1 от T умножить на H1 плюс F2 от T H2 плюс F3 от T H3 ну и надо установить какими будут F1, F2, F3 функции. Для этого мы подставляем эту формулу в систему и получаем F1 плюс F1 с точкой H1 плюс F2 с точкой H2 плюс F3 с точкой H3 и здесь мы получаем а когда а когда я умножу я умножу а а у нас получается так лямбда F1 на H1 плюс плюс F2 на скобочку почему лямбда 1 на лямбда 0, конечно у меня только единственная лямбда здесь фигурирует здесь AH2 в соответствии с этим есть лямбда плюс F1 и плюс F3 умножается на лямбда 0 H0 здесь соответствует форму лямбда H3 плюс H2 вот так соответственно мы приравниваем выражение стоящие коэффициенты при соответствующих H байсных векторов что мы получаем дальше мы получаем следующее начнем F1 с точкой равно лямбда 0 F1 плюс F2 F2 плюс F2 F2 с точкой F2 с точкой равняется соответственно лямбда 0 F2 плюс F3 и самое простое уравнение получается для третьей функции F3 с точкой соответственно это только лямбда 0 F3 вот такая система для нахождения всех трех функций F1 F2 F3 начинаем интегрировать снизу вверх и соответственно что мы получаем смотрите последнее уравнение при интегрировании дает нам давайте напишу пусть будет такой же номер константы C3 и в степени лямбда 0 теперь на 1 F3 подставляется во второе уравнение естественно здесь случай резонанса поэтому F2 будет выглядеть так будет C2 е в степени лямбда 0 T плюс поскольку уровень неоднородный вот здесь будет ставить C3 на T на е в степени лямбда 0 T вот это нетрудно проверить подстановка вот и наконец F1 на T мы получим вот эту формулу подставим в самое верхнее уравнение в правую часть вот значит мы здесь начинаем с C1 на E в степени лямбда 0 T при этом у нас будет фигурировать смотрите C2 T е в степени лямбда 0 T плюс C3 T квадрат пополам е в степени лямбда 0 лямбда T сейчас мест не хватило сейчас перепишу заново вот здесь будет еще раз здесь будет C1 е в степени лямбда лямбда и плюс часть возникшей из-за неоднородности уравнения вот C2 T плюс C3 и здесь возникает T квадрат пополам е в степени лямбда увидели что у нас построены решения в простом случае когда единственная цепочка Жорданова в случае матрицы третьего порядка были как раз вот как теоремя как теоремя предписывает в виде произведения е в степени лямбда 0 и T на соответствующий многочлен содержащего эти коэффициенты ценится 23 в таком же стиле оказывается теорема в общем случае когда цепочек много одна единственная цепочка и ограничились небольшие матрицы есть вопросы по доказательствам хорошо значит тогда некоторые упражнения сейчас нам предстоят посмотрим какие у нас есть упражнения ну вот ну вот например значит смотрите почему такое не включается значит смотрите вот она система из трех уравнений ну выше у нас не будет порядка потому что поиск жерновых цепочек довольно сложная в общем-то затея тут надо решить задачу Каши заданные начальные данные для x, y и z матрица переписывается из условия вот она здесь ну и уже заранее найдены собственные значения вот это вот простое собственное значение а это кратное собственное значение причем матрица не дигнализуемая тут я правда не написал отдельно стоящий собственный вектор который принадлежит лямбда 1 вот но для лямбда 2 лямбда 3 совпадающие в собственном значении значит у нас здесь два собственных вектора h1 h2 вот соответственно мы ну в общем тяжесть тяжесть работы здесь в основном в линале потому что построение решений довольно простое дело не я был не прав там h1 как раз соответствует лямбда 1 значит надо искать h2 h3 h2 найдено поиск h3 решаем неоднородную систему линейную в частности можно взять вот такой вектор h3 вот здесь у нас базис состоит из векторов h1 принадлежащих лямбда первому да и два вектора принадлежат второму собственному значению один настоящий собственно другой присоединенный собственно итак значит у нас есть простое собственное значение минус 1 оно порождает вот такое частное решение написано здесь внизу вот совпадающие собственные значения дает соответственно два решения по количеству векторов и по количеству алгебраической кратности кратности p1 это просто мы умножаем собственный вектор на е в степени t ну p1 просто p1 постоянный постоянный вектор вот этот p1 а p2 у нас получается таким образом что у нас происходит ну как вот если использовать правило филиппова то вы должны вот этот вектор h2 проинтегрировать в уме и вместо консольного интегрирования добавить вектор присоединенного вот так вот так что окончательно получается формула следующая и постараюсь довольно много могу открыть фотографии сейчас окончательно это выглядит таким образом таким образом но еще кусок остался на предыдущем слайде но это задача каши то есть нам нужно здесь найти коэффициенты c11.23 вот значит но это тоже часть из линала то есть нам нужно решить относительно неизвестных коэффициентов в c12.23 вот такую систему линейных уравнений матрицы перехода из нового базиса в стандартный базис заданных векторами h вот значит матрицу p матрицу перехода обращаем вот ну я делал в домашних условиях обращал с помощью элементарных операций над строками метгаус используем вот тогда мы получаем ответ будет таким да то есть вот умножить обратную матрицу на предыдущем слайде на вектор начальных данных и тогда мы получим вектор c вот здесь у меня после умножения получился 0.01 и вот в этой задачи задачи каши окончательное решение выглядит таким образом другой пример в следующем примере вот при такой матрице значит у нас единственное собственное значение минус единица и кратность 3 и мы уже знаем что у нас будет цепочка Жорданова состоящая из трех векторов первый вектор который мы находим это настоящий собственный вектор и ищем два присоединенных вектора соответственно вот это вот это уравнение дает нам h2 можно получить такой вектор это уравнение дает нам h3 какие полиномы у нас будут фигурировать здесь ну здесь дойдет до степени t квадрат то есть первый многочлен у нас p1 это просто вектор собственный теперь мы в соответствии с теоремой и с лемой тоже интегрируем h1 в качестве конца интегрирования добавляем h2 и повторное интегрирование дает нам третий многочлен то есть вот так выглядит решение записанное в этом случае ну и может быть я сейчас решу еще одну задачку это уже как бы готовое не так интересно готовое решение самый сложный случай для мат третьего порядка это когда у нас две жардановые започки возникают то есть единственные собственные значения но есть отдельно стоящее собственное значение вот жардановые блоки таковые первого порядка и второго порядка да вот это вот самый сложный случай как мы понимаем то есть у нас жардановый нормальный форм будет таким образом у нас есть лямбда 0 так то есть это минимальный жардановый блок здесь будет лямбда 0 1 0 0 жардановый блок порядка 2 вот это такой самый сложный случай вот например могу взять задачку из филиппова вот матрица это 0 1 минус 1 минус 1 2 2 минус 3 значит я посчитал лямбду 1 минус 1 ну ну и составляем матрицу значит 1 1 минус 1 2 2 минус 2 странка единица да тот самый случай с двумя жардановыми клетками я называл блоки да но это по-английски жардановые клетки называем вот равен 1 значит у нас есть ну мы можем найти два вектора собственных ну давайте h1 назовем например такой значит вектор 1 0 1 годится вектор h2 здесь будет 0 здесь будет 1 минус минус так вот теперь нужно найти присоединенный вектор здесь некая сложность есть в поиске этого вектора потому что изначально непонятно на каком к какому из векторов он присоединен я практикую в мифе где эту тему я рассказываю два способа один способ более такой простой понятный это когда вы составляете линейную комбинацию для h1 h2 так значит получается вектор такой значит альфа плюс бета да я умножил на альфа h1 h2 на бета вот соответственно получается минус бета альфа так и решаете систему неоднородную для h3 выбираете здесь альфа плюс бета альфа ну и уже понятно что система разрешима в том и в том случае значит если у вас альфа плюс бета ну и тогда соответственно альфа равно минус 2 мы можем этот вектор назвать немножко по-другому можно назвать его h1 например словно вот этот вектор значит чему равняется значит если альфа если бета равно единичке бета равно единичке альфа равняется минус 2 это вектор такой значит это будет соответственно минус 1 минус 1 это будет и нет сейчас будет стоп 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 значит минус 1 бета равно единичке я правильно писал да бета равно единичке альфа равно минус 2 как вроде минус 2 вот собственно после этого можно уже конструировать решение вот осталось найти присоединенные ветра присоединенные аши не сломал да мы понимаем вот как его назвать можно назвать h2 с волной h2 с волной например такой вектор годится если так уме сложно решать подставлю сюда конкретный вектор ну такой вектор годится минус 1 0 0 да вроде годится это один способ все начну нашли что у нас как базис жерданова базис стоит из смотрите мы берем h1 с волной берем h2 с волной и берем любой собственный вектор не совпадающий с h1 с волной ну то есть не клинеарный h1 с волной вот вектор например h1 вполне годится это один способ есть второй более красивый способ он состоит в следующем дело в том что вот для такой матрицы а плюс и возведение в квадрат здесь логика такая вам наверняка это могли рассказывать даже точно рассказывали смотрите логика такая чтобы найти присоединенный вектор значит вы должны решить вот систему значит здесь возвращаясь к старым обозначениям у нас были поначалу на 1 вектор h1 h2 и потом мы стали искать h3 присоединенные здесь будет стоять h с волной собственно вот мы его искали в видеолинейной комбинации если я умножаю слева на эту же матрицу вот значит что у меня получается у меня получается матрица в квадрате здесь получается 0 потому что это собственный вектор но мы знаем что мы можем проверить если мы этого не доверяем но вроде бы из линейной вытекает что вот эта матрица нулевая это матрица нулевая она равняется нулевому вот интересный факт означает что в качестве h3 можно брать многие вектора например я могу взять h3 присоединенный вектор например взять могу 1 0 0 вот тогда надо найти вектор собственный который породил вектор h3 вот но это вытекает из этого уравнения то есть перед глазами стоит матрица а плюс и вот она здесь и мы умножаем на вектор 1 0 0 тогда у нас получается просто первый столбец из матрицы так смотрите значит вот другой вариант такой более изящный не так как мы искали первый вариант подбирали коэффициент альфа и бет по-другому по-другому выглядит таким образом я начинаю с конца у меня есть вектор h3 вот он это 1 0 его породил собственный вектор если я умножаю вот эту матрицу которая здесь стоит на вектор у меня выделяется первый столбец значит возникает первый столбец 1 1 2 так ну и любой из собственных векторов которые были найдены по-моему такой я сейчас вспоминаю просто по памяти я стер у нас был такой вектор 1 0 1 вот пожалуйста вот жадан в базис осталось написать ответ вот таков значит x y z итак значит у нас здесь два жардановых блока мы помним и сначала мы оформляем решение которое порождается первым маленьким блоком порядка единичка берем произвольную константу c1 e в степени минус t и умножается на первый вектор h1 который у нас был 1 0 1 теперь работаем со второй цепочкой c2 берем настоящий собственный вектор вот он 1 1 2 плюс возникает третье теперь возникает многочлен у нас устроен таким образом помним правило мы как бы мысленно интегрируем 1 1 2 по t и добавляем в качестве концентрирования присоединенный вектор t t плюс 1 t и 2t и полностью решили задачу вопросы ну вот как и сказал здесь сложность решения она в линале потому что все остальное выписывается легко какие у нас есть вопросы поэтому или все понятно но если все понятно тогда давайте мы посмотрим что у нас что нас ожидает следующий сюжет сейчас мы посмотрим мне такое ощущение что мне такое ощущение что это я рассмотрел уже да 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 это предыдущая ну хорошо значит следующая тема такая матричные экспоненты вот само по себе интересное понятие и потом будем пользоваться матричные экспоненты когда будем решать неоднородные системы и так пусть у нас пусть у нас есть матрица квадратная n на n так и мы рассмотрим вот такой ряд кажущим которого является матрицей того же порядка n значит по аналогии с разложением по формуле Тейлора или в ряд Тейлора экспоненциальных функций то есть вместо единицы у нас фигурирует единичная матрица вот потом мы матрицу А с которой мы работаем в произвольную степень вот и умножается на Т в соответствующей степени делится на факториал значит естественно сходимость рассматривается полиментно то есть каждый раз у нас когда мы будем рассматривать частичную сумму у нас будет возникать матрица того же порядка n и мы будем следить за сходимостью элементов рядов состоящих ну в общем каждая клетка матрицы из себя представляет частичную сумму некоторого ряда вот и естественно центральный вопрос вопрос сходимости значит утверждение такое что каким бы ни были элементы матрицы этот ряд сходится ну сходится абсолютно и сумма его равна вот тут я почему-то не писал сейчас муночку есть это не АТ конечно мы видим так ТА мы получаем вот ряд сходится и это обозначение его суммы где Т параметр который у нас будет фигурировать естественно потом в виде времени в динамических системах А квадратная матрица почему есть сходимость ну надо посмотреть что происходит с элементами матрица при возведении в степень К так значит утверждается следующее что если максимальный элемент взятый по модулю исходной матрицы обозначается буквой М вот то для элемента с номерами и Ж матрица А возведенный в катую степень мы будем иметь такую оценку вот такая оценка то есть ну Н фиксированная величина да и Н фиксированная величина то есть оценка такая степенная степенная пока вот откуда это может выйти почему такая оценка есть посмотрим так 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 ну давайте до К просто сейчас посмотрим по метаматиндукции можем с вами значит смотрите значит для мы ведем такое обозначение значит у нас А и Ж вот это элемент А квадрат да так значит Ж К 2 А и К Т Б К Ж А П Ж Н С Д Н со стало быть здесь конечно будет вот такая оценка у нас это не превосходит поскольку Н слагаемых так здесь будет стоять Н квадрат значит мы хотим доказать такую оценку для возведения матрицы А это был квадрат а мы можем возвести в любую степень К соответственно у него элемент будет у нее будет элемент вот такой значит Ж К Превосходит вот я смотрю на эту формулу и мое предположение такое здесь будет Н степень К минус 1 здесь будет Н степень К вот ну будем считать что для К это верно соответственно будет ли это верным для К плюс 1 наверное да будет верно значит у нас получается что Ж К плюс 1 не превосходит ну вот смотрим на это это будет это будет это будет Н потому что Н слагаемых да и вот вместо этого у нас будет фигурировать А и К буквы буквы К прозванет степень К ну понятно да то есть здесь будет стоять элемент из матрицы которого звена степень К минус 1 вот и поэтому здесь получается естественно Н степень К минус 1 на Н степень К то есть конечно такая оценка значит что это дает что это дает это дает нам абсолютную сходимость ряда из матриц вот потому что у нас каждый член у нас есть мажоранты значит у нас есть для каждого смотрите еще раз значит у нас исходный ряд был такой значит Т на единицу это А плюс А квадрат и так далее и так далее плюс у нас будет А в степень К А в степень К на К фактори здесь мы оцениваем значит у нас модуль Т в степень К значит значит житые здесь К факториал не превосходит соответственно Т в степень К К факториал и вот это вот оценка идет вот такая вот такая оценка идет степень К минус 1 вот ну этот ряд у нас числовой ну и по признаку сходимости числовых рядов там у нас есть признак Каши в запасе признак Ламбера это сходящийся то есть такая матрица есть степень то существует значит какие свойства мы называем матричные экспоненты какие у меня существуют свойства сейчас посмотрим Итак ну вот еще раз еще раз обозначение это обозначение вот свойства если матрица АИБ коммутирует если не коммутирует то справедливо следующее свойство значит при умножении двухматричных экспонент во-первых их можно порядок умножения можно изменить непротивоположный вот так здесь и есть стандартные свойства экспоненциальные функции так вот полезные свойства значит если матрица А обратима форма матрица обратима то мы можем найти обратную матрицу в матричной экспоненте и это делается просто выставлением знака минус перед т показатели показатели экспонента можно поставить вот и дифференцирование дифференцирование по т вот естественно откуда вот это вот мы взяли вот эту формулу это работа с рядами вот ряд наверху написан если вы будете формально дифференцировать тут дифференцировать можно неограниченное количество раз ряд из производных будет сходиться на любом конечном промежутке равномерно и абсолютно как мы показали вот то видно что эта формула верна ну для этого конечно не обязательно манипулировать со знаком суммы можно просто расписать в виде большого количества слагаемых и посмотреть что получается мы дифференцируем по какой перемен по т мы по т дифференцируем спасибо а константа фиксированная матрица а т переменный параметр хорошо значит хорошо так вот теперь наступает самое интересное значит использование матричные экспоненты ну во-первых формула которую мы помним из линии на алгебре значит если у вас матрица а заодно в стандартном базисе по мерном пространстве то при переходе по другому базису матрица изменится где матрица п матрица перехода мы называем такие матрицы подобными а и а штрих верно следующая формула значит как ее установить она устанавливается таким образом дело в том что в линии на алгебре мы можем конечно сейчас это доказать но это не нужно это в общем вы прекрасно помните значит при возведении значит если матрица а и матрица а штрих подобны да то они же возведенные в к той степень тоже подобны при этом матрица п которая их связывает фон она та же самая это тоже такая конечная математическая индукция то есть эта формула доказывается для любого к вот если бы матрица была а диагнозуем и предположим это такой простой случай то здесь будет стоять диагональная матрица так значит формула такая d равно p-1 ap это для диагнозовых матриц если я хочу возвести матрицу а в к той степени значит эта же формула сохранится где-нибудь фигурировать диагональную матрицу изведенную в к той степени несложно показать что мы можем вычислить матричную экспоненту вычислить матричную экспоненту вот с помощью вот такой формулы да значит почему это верно это верно для каждого слагаемого в разложении в ряд да то есть мы можем разложить в ряд вот эту функцию да вот и разложить в эту функцию и когда мы сравниваем два разложения мы видим что и там и там совпадают слагаемые ну потому что у вас есть формула для катой степени да то есть вы можете возводить матрицу в произвольную степень это такие несложные манипуляции да с рядами сходящимися качество сходимости высокая вот а это позволяет посчитать матричную экспоненту для дигнализуемых матриц довольно простая вещь то есть мы должны мы должны как считается матричный экспонент для дигнальной матрицы но опять-таки опираясь на определение матричной экспоненты мы видим что это просто диагональная матрица диагональные элементы которой являются просто экспоненциальными функциями то есть вы возводите E в степени лямбда и т т вот соответственно зная матрицу перехода из собственных векторов в стандартный базис вы всегда можете посчитать в случае дигнализуемой матрицы вот матричный экспонент сюда можно посчитать конечно случай недигнализуемых матриц более сложный посмотрим что нам удается в этом случае сделать посмотрим вот случай недигнализуемых матриц значит проще всего начинать просто с конкретного жарданова блока вот здесь написано жарданов блок порядка к жарданова клетка по-русски говорят клетки я вообще использую английское слово застрял в голове ну минимальный блок первого порядка и так далее вот и жарданова нормальная форма матрицы это матрица которая состоит из таких жардановых клеток вот размер каждой такой клетки полностью совпадает с длиной цепочки жардановой так то есть знание жардановой цепочки позволяет нормальную форму найти быстро ну даже даже не надо искать цепочку а просто знать длину цепочки и вам уже удастся написать разбиение на жардановой жардановой клетки вот наверное нам просто нужно провести такой эксперимент просто взять конкретную вот эту жарданую клетку порядка к и возводить натуральную степень посмотреть что получится такой эксперимент вот мы даже проще сделаем мы возьмем лямбда равная нулю рассмотрим конкретно жарданую клетку порядка к построенную на нулевом собственном значении вот вот она ну эксперимент такой значит звенья в квадрат я думаю нам достаточно будет звенья в квадрат значит мы убеждаемся что при взведении такой клетки в квадрат у вас вот эта матрица k на k выглядит следующим образом там где были единички возникает нули но происходит сдвиг дополнительно как специально называется вот это вот множество элементов стоящих над диагональю да происходит сдвиг вот в эту сторону ну и количество единиц сокращается единицу очень понятно что при дальнейшем возведении в степень у вас процесс продолжается вот например ну это просто показано конкретное вычисление дает нам оставшуюся единичку следующее умножение то есть уже возведение в третью степень вот такой конкретной клетки дает нулевую матрицу и опять-таки это довольно просто получить такая задачка полинау вот и получается что для каждой клетки порядка к если мы возводим степень м равный к или выше то эта клетка обращается в нулевую матрицу большой ноль а это довольно здорово потому что получается что если вы хотите посчитать матричную экспоненту на основе жордановой клетки с лямбда равная нулю у вас будет не ряд а просто конечная сумма состоящая из к слагаемых и вот эта вот структура клеток которые возводятся в степень соответствующую она позволяет все это вместе просуммировать и получить такой довольно простой результат который напоминает то что мы делали конкретно в задаче по нахождению решения системы дифференциальных уравнений смотрите вот пожалуйста матричный экспонент на базе жордановой клетки порядка k здесь нулевая диагональ потому что взята лямбда равная нулю вот и когда мы суммируем все слагаемые вот на предыдущей странице было то у нас соответственно степень t будет расти ну потому что с ростом степени в которой мы возводим жордановую клетку у нас получается вот такая треугольная матрица здесь небольшой расчет расчетный пример значит показан вот у нас есть совсем простенькая матрица второго порядка недигнализуемая собственным значением 3 жорданова цепочка состоит из двух векторов это матрица перехода и значит как посчитать нам матричную экспоненту от жорданова блока собственно говоря вот по той формуле которая была значит что мы должны сделать у нас есть множитель это скалярный невекторный множитель в степени 3t и там фигурирует вот эта клетка достаточно ввести в квадрат мы знаем что там уже куб и выше пойдут нули пойдут нули квадрат сейчас нет даже квадрата нет первой степени конечно потому что матрица 2 на 2 первой степени ну вот написано почему то есть что я сделал значит я жернову клетку формула написана для нулевого собственного значения если собственно значение не нулевое неважно смотрите я всегда могу свести к жерновой клетке построенной с нулевым собственным значением вот формула здесь конкретно смотрите наша жерновая клетка вот эта 3 3 1 она представляется в виде такой суммы и мы помним свойства матричной экспоненты то есть я могу расцепить вот у нас получается скалярный множитель и это матричные экспоненты вот так мы получили это результат мы получили на основном эту формулу ну воспользовались там тем что было на предыдущем слайде тогда мы можем просто посчитать матричную экспоненту от матрицы построенной на основе матрицы а негенерализуемой все что нужно сделать значит нужно воспользоваться результатом для жернового блока и умножить на матрицу п и на п ну это множитель выносится за скобки матрица п и обратная матрица п-1 поэтому возникает вот такой результат так значит вопрос мы можем этим результатом воспользоваться можем потому что вот следующее утверждение верно смотрите верно ну я с этого начнем следующей лекции смотреть если у вас есть вот такая система система и вы нашли матричную экспоненту основе матрицы а вот то ваше решение в общем может быть записано general solution может быть записано таким образом это и в степени т.а. здесь стоит произвольный вектор из констанции венции ну эту формулу конечно легко проверить потому что мы можем просто подставить левая часть у нас мы знаем будет а в степени то можем все просто цепи конечно вектор цена справа будет стоять то же самое то совсем просто проверять любое решение может записано в такой форме это один способ еще один способ решения однородных систем уравнений ну на этот раз с помощью матричной экспоненты вот но мы сегодня многое многое изучили какие у вас есть вопросы ну вот я посмотрел загуглил определение корневого вектора и присоединенного и в принципе присоединенный вектор он не является корневым потому что ну он подходит под описание что в общем а минус лямбда е в степени в какой степени множить на этот вектор будет ноль вот так корневой вектор это определение корневого вектора понятно ясно хорошо значит только разница есть мы видим разница есть потому что ну как я у меня была задачка разобрана полностью где я вот этим пользовался то есть у меня был найден корневой вектор да h3 он как раз был найден ну сейчас не буду быстро говорить можно ошибиться вот но я не использую корневые у меня присоединенные у меня присоединенные вектора вот еще один такой момент интересный есть дело в том что иногда люди не любят искать жарданов цепочки и они ориентируются на такое вот та теорема которая была доказана она говорит о том что мы можем пробовать решать искать общее решение вот таких вот систем таких систем метам неопределенных коэффициентов да потому что у нас всякий раз известно какие максимальные степени многочленов могут фигурировать да и мы ну вот я например не люблю мне вполне достаточно метам неопределенных коэффициентов для решения отдельных уравнений еще к системам как-то применять не хотелось бы да еще у нас впереди решение однородных систем там тоже точно метам неопределенных коэффициентов без него просто не обойтись а тут можно обойтись то есть я предпочитаю лично искать жардановые цепочки вот так что у нас еще какие у нас еще есть вопросы или более менее понятно более менее понятно вот так хорошо значит ну тогда мы на сегодня заканчиваем вот хорошо тогда я с вами расстаюсь всем всем хорошего понедельника спасибо до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания